А я зато могу и с выходой взять еще. А я зато из полорода запрелотить. А я зато из пластилин нам делать много лагонов с прицепом. А я зато могу мою локтичку превратить в небо. У меня совсем немного палочка. А ты что, Леша, можешь? Делать трамвай, где четыре лагона. А я зато могу такие ботинки превратить в дверь. Потому что дверь большая. Так, Леша, а ты что можешь? Еще автобус делать где тоже, где восемь вагонов. Восемь вагонов? Да. А есть такой автобус? А ты что можешь? А я зато могу сделать из пластилина слона и кошечку и крокодила. Вот так вот, Леша. А ты что можешь? Я тоже могу сделать из пластилина слона и кошечку и крокодила. А я зато могу... Я у меня дома... Заклеешь букву С. А я зато могу сделать из пластилина слона и кошечка и крокодила. Намазывать, прикрыть, на вкусе. Прям на стену стою. Нет. На вкусе. Что ты на это ответишь, Алексей? Это хорошо. А ты что можешь, Леша? Я могу свой диван прилатить в еще одну кухню. А я могу... Где на лифоне поворотить. А я зато могу свой диван прилатить в бумагу. Спасибо. А сейчас я хочу в внимания в бумагу. И это не может быть в повороте. Что это было? Ну а сейчас я хочу делать. И, ну а мне, вообще всё это было в бумагу. А я хочу узнать, что я хочу показать в бумагу. А мне пусть это было в бумагу. Да. Я не хочу, чтобы у меня один глаз. А я хочу за то. Так, ну еще что-нибудь, Леш? А я хочу, а я говорю, вот, понимать, а я глаза привлечу в еще одну кухню. А я не хочу в глазах привлечь. У меня Леш такая дозочка. Спасибо. Были дед и баба, и была у них кулачка-яба. Снесло, и яичко не простое, а золотое. Мышка приблизала, хвостиком лейнула и разбилась. Дед бил, бил, баба била, била. А мышка приблизала, хвостиком лейнула и разбилась. Дед плачет, баба плачет. А кулачка и говорит, не плать деда, не плать баба. Снесу я вам новое яичко. Не плоское, а золотое. Спасибо. Жили-были дед. А левка была большая, небольшая. А дед и тянет, тянет, не вытащил. А дед зовет бабку. Бабка, бабка. А он позвал. И наконец тянет по тянет. Детка за левку. Бабка за дедку. Тянет по тянет, дали вытянет. А дальше бабка позвала внучку. Кричит, все, позвали ее. Это бабка так? Нет, потом внучка. Это бабка. Нет, внучка. Тянет по тянет, дед за левку. Бабка за дедку. Детка за левку, бабка за дедку. Внучка за бабку. Тянет по тянет, дали вытянули. И позвали, наконец, собаку. Потом собака тянет. Тянет по тянет, дали вытянули. Потом кошечка приберзала. И тянет по тянет, дали вытянули. Дед за левку. Бабка за дедку. Внучка за бабку. Собака за внучку. Кошка за собаку. Тянет по тянет, дали вытянули. Дальше мышка прибежала и тянет по тянет. Дед за левку. Бабка за дедку. Внучка за бабку. Собака за внучку. Кошка за собаку. А мышка за кошку. И тянет по тянет, дали вытянули. Жил бы дед и баба. И была у них кулачка баба. Нет, дружище, мы уже слушали про кулачку Рябу. Что-то другое. А что? Не знаю, про колобка. А как там начинаешь? Жили-были дед и баба, как во всех народных сказках русских. И бабка говорит деду. Ой, дед. Вернее, дед говорит бабке. Что-то бабка мне кушать хочется. Что-то бабка мне кушать. Испеки мне колобок. Давай пеки мне колобок. Пошла бабка, по сусекам помела, по амбарам поскребла. И наскребла она колобок. Помнишь дальше? Что было дальше? Наскребла она муки. Наскребла. А дальше? И все, она колобок сделала. Приготовила, испекла. Приготовила. Испекла. Поставила на окошко. Колобок надоело остывать. И покачившел он дальше. Так. И кого он встретил? Потом он встретил ежика. Ежика уже. Понятно. Сказка будет долгой. Так. И что он ежику говорит? Что он ежику говорит? Я не знаю. У тебя же сказки ежика встретил. Ежик говорит. Да. Пошли грибы собирать колобок. Так. А колобок ему что говорит? Ну, пошли грибы собирать. Да точно. И пошли они с ежиком собирать грибы. Да? Да. А дальше что было? Дальше уже нечем. Нет. Алис, что было дальше? Они пошли с ежиком грибы собирать. А потом... Не так. Я сначала... Нет, нет, нет. А вот они пошли с ежиком грибы собирать. И что было дальше? И мы все вырвали грибок. И мы стали пошли спать к бабе Еге. К бабе Еге колобок с ежиком. Отлично. Так. А в бабе Еге еще не было бабы Еге. А потом летала, летала, в гости провеляла. А они под спать быстро услили с весом. И пошли с дедой бабой. Они там покушали. И вот они все вместе спали. А потом, Леша, что было? Потом моя мама. Пришел медведь? Да? Нет. Я это... Я не знаю. Ну ладно. Хорошо. Пришел, что баба Ега с вами поиграл. Он поиграл. Мне сделали игрушки. Мы ей сказали спасибо бабе Еге. У нас там один лазер не поиграл. А почему вы от нее убегали тогда? Нет. Она на площадке... Леша, палец не сломай. На площадке погулять. Куда? Не убегай, Леша, не убегай, скажи. Леша. Не убегать на площадке и поспать. Ну и? А потом, в самом основном, я прибежала и хочет спать. А пол уже чистый, я его помыла. Она может там снова все загрязть. Она стоит у вас, а в ней ноги будут грязные. Поэтому... Не трогай. Опусти, Леша. Руки опусти. Я обгоняю. Понятно. Леша, ты что скажешь? Мы в песочнике хотели полежать. Потому что там не было песка. А где был песок? На площадке. Ну, на площадке у тебя есть все. И еда, и песок, у тебя все, да? Да, так и на гонке мы там летим. У нас там просто клетка. А чем закончились ваши приключения, расскажите. Кончились, когда мы летали к ваказу сейчас.